Кабмин предложил ограничить расчеты наличными и полностью их запретить при покупках на крупные суммы. Чем меньше налички, тем прозрачная экономика. Удобнее тем, кто борется с финансовыми нарушениями. Противники, в свою очередь, напоминают. Попробуйте расплатиться карточкой где-нибудь в глухой сибирской деревушке, где до ближайшего банкомата несколько часов лёту. Все плюсы и минусы идеи изучил Алексей Лазуренко. Копеечку карточка бережёт. Минфин возвращается к идее увеличения безналичных расчётов. Но доказать делом привлекательность таких платежей по-прежнему не может. Сокращать наличность в карманах обывателей глава ведомства предлагает традиционно запретами. Нам, наверное, нужно всё-таки подумать о сокращении расчётов наличными деньгами. Многие страны идут по этому. Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счёт этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной. Начать правительство может с совсем больших покупок. Ходить с чемоданами денег на сделки с недвижимостью или снимать все накопления с карточки перед походом в автосалон – каменный век, да и только настаивают финансисты. Попробуйте где-нибудь в Европе разменять 500 евро, говорят в поддержавшем инициативу Минтруде, вместо того, чтобы сравнить, например, средние зарплаты. Если возможно уменьшить объём серой либо чёрной теневой экономики, перевести её в полностью прозрачное русло, с которого вполне можно брать налоги, это будет всегда хорошо для бюджета. В недрах Минфина даже родился новый термин – широкомасштабная атака на наличность. Подобные бои идут сейчас по всей планете, уверяет главный финансист страны. Вот из последнего Индия урезала платежи живыми рубиями. Теперь страна, в которой живёт миллиард человек, выстраивается в длинной очереди к немногочисленным банкоматам. Но Силуанов предпочитает об этом не вспоминать. Во всём мире вот эти изменения происходят с точки зрения удобства, с точки зрения готовности технологического. У нас в России сегодня пока этого нет. Зато в карманах и кошельках россиян хранится сегодня более 8 триллионов рублей. Большинство из нас привыкли платить наличкой, а порой выхода-то другого нет. Попробуй прийти с карточкой на рынок в российской глубинке. А есть в стране и такие места, где о банкоматах по-прежнему только что-то слышали. Зато карточки, на которые перечисляются пенсии и пособия, получили. Да кто пойдёт-то, никто не может ходить. Всем удобнее, чтобы принёс почтальон. Даже мамочки молодые тоже не потащатся с малышом в город, чтобы снять там какую-то копеечку. Вот на таких людей и идёт теперь Минфин войной. Ограничить оплату наличкой значит вытащить народные накопления из-под матрасов, лишить возможности давать взятки, перестать тратиться на производство денег. Наконец, уверены чиновники. Конечно, всё это проще и быстрее, чем прививать культуру безналичных платежей. Или сделать так, чтобы банковской системе страны, в которой еженедельно закрывается несколько банков, наконец-то можно было доверять. Алексей Лазуренко, Виктория Кузьминова, РЕН-ТВ.